Ребята, сегодня у нас 20 лютого, 20 февраля 2024 года, Майдан Именно здесь, точнее не здесь, а рядом на улице Институтской, которая тогда была Институтской Вот сейчас люди пришли, те кто вспоминает это, я к концу митинга подошел, он уже закончился Да, так вот, сейчас вот так сделаем Так вот, здесь 10 лет назад и начались самые тяжелые события как раз революции гидности 2014 года Мы говорим о 20 февраля 2014 года, если вы посмотрите чуть, вот у меня сейчас за спину там стоят люди Это пришли родственники героев Небесной сотни, именно там выше по улице Института Ну так, передающей Институтской, сейчас Лея Гороев Небесной сотни Тогда начались вот эти подеи, вот здесь у нас была, сейчас покажу вам, сцена Майдана у меня за спиной была Вот приблизительно там, где сейчас машины стоят, за ними И там стояла сцена, и люди оттуда после отбития штурма Беркута пошли по улице Сейчас развернусь опять-таки, Институтской, вверх, в сторону правительственного квартала Где их ждала, вот там за гостиницей Украина, видите, у меня за спиной она стоит, здоровая такая, да Где их за этой гостиницей уже ждала, можно сказать, самая настоящая засада По людям стреляли с нескольких сторон В тот день убило, ну по разному оценкам разное количество народа Ну как минимум 48 человек в только в один день И собственно говоря, это был самый кровавый день Который устроил нам Ян Лукович и его банда приспешников Во время революции гидности Что такое революция гидности, кто не знает, это революция достоинства Это знаменательный день, когда мы Вы знаете, ну вот что такое вот, допустим, разница между Украиной до 2014, до февраля И после нее Привет Нет, справимся Да, до нее и после нее Две большие разницы, я вам скажу До нее это был, как ни крути, остаток у СССР Вот где-то у меня так, все равно, знаете, в голове укладывается Что это был остаток у СССР Вот, вот, преснопамятного А после 2014 года мы стали Украиной Вот только после 2014 года Потому что до 2014 года, пока у нас были один за одним, ну за исключением Ющенко Кравчук Кравчук был, кто там у нас был еще? Кучма Господи, прости, Янукович И прочее Мы жили, знаете, под лапой России Мы везде подгавкивали этой России И везде Ну, короче говоря, мы продолжали курс УССР, который был на то время, собственно говоря Да, мы поменяли форму собственности, форму власти Но, по сути, это осталась Украинская Советская Социализическая Республика Немного реформированная и немного, так сказать, видоизменившаяся А после этих событий мы стали Украиной Из-за чего нас и возненавидела Россия Именно тогда, в 2014 году, в феврале Рашисты, кстати, наштамповали медали Датированных 20 февраля 2014 года За взятие Крыма, так сказать И вот с этого момента Они и начали агрессию Собственно говоря, с этого дня можно считать агрессию против Украины Потому что их спецназ тогда высадился в Крыму Они начали отжим Крыма Вот Ну, а у нас здесь были расстрелы в этот день Большие Которые, это был не последний день этих расстрелов И печальные такие дни, тем не менее Да, ребята Так вот, после этого всего Мы стали все-таки Украиной И посмотрите, как на нас, как на нас набросилась Россия Россия, которая всегда была чернотой Которая была рабской Чернотой именно в смысле духа В смысле рабства В смысле покорности В смысле членопочитания У нас такого никогда в жизни не было У нас чиновник, это прежде всего предмет для критики А на России чиновник, это предмет, которому лижут пятки Да, посмотрите, как они своего Путина просят Чуть не на коленях Владимир Владимирович, помогите нам Да, на это даже смотреть мерзко Они просто чувствуют себя холопами И холопы не могут Никогда не могут простить Свободным людям То, что они свободны А нижние холопы К тому же Не могут простить Свободным людям То, что они еще и хорошо живут Живут лучше их Вот Кстати, есть еще один момент Там покажу сейчас Как они не могут Натальше посмотреть У нас там за спиной Сейчас флажки Вот видите, целое синее поле Она на самом деле Синдер-жевтое Это поле С украинскими стягами Это поле В память о наших героях Благодаря которым мы сейчас Можем спокойно жить Можем спокойно Находиться в Киеве Благодаря которым У нас нет такого рабства Как на России Благодаря которым Мы все-таки живем в стране Где меняются президенты А не одно чучело-мочучело Сидит 20 лет А эти как идиоты Этому павиану Подгавкивают То есть, ребята Большое дело, конечно, совершено Наконец-то Украина Наконец-то 10 лет назад Ровно Украина Вырвалась Из объятий Этого Преснопамятного совка Которого больше не будет Вот А сегодня Путин пытается Впихнуть Невпихуемое То есть Знаете Налить Залить воду В разбившуюся Склянку В разбившийся стакан Это невозможно Но Путин этого не понимает Ну Если он не понимает Приходится ему Объяснять Ну Как-то так Все будет в Украине Продолжение следует Продолжение следует...